В Киеве 12.06 продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Светлана Занько и Никита Кочеров. Еще раз добрый день всем, кто к нам только что присоединился. Мы меняем тему. И у нас сразу будет несколько тем в этом часе. Прежде всего, Вятские холмы 2017. Время приближается. Да. Ну и развитие спорта в принципе. В гостях у нас... Да не в принципе. Давай конкретно все-таки скажем. В принципе, мы можем целый день тут про спорт говорить. Про строительство легкоатлетического манежа мы поговорим. И про появление многофункциональных спортивных площадок Кировской области. А еще, что все-таки нам пообещал господин Миллер, когда приезжал? Про спорт, не про газификацию. Потому что в гостях у нас... Анна Альминова. Это заместитель руководителя Министерства спорта и молодежной политики Кировской области. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Ну что, 3 сентября не за горами. Вот уже ближайшее воскресенье. И Вятские холмы. Степень готовности мы хотим сейчас узнать. В прошлой программе, примерно месяц назад, мы говорили о том, что судя по темпу, с которым люди регистрируются на сайте, мы видим большее количество участников, чем в прошлом году. Это так? Да, действительно, это так. Я очень рада, что у меня вновь есть возможность пригласить жителей нашего города и области поучаствовать в уникальном спортивном празднике бега. В этом году действительно регистрация идет более быстрыми, уверенными темпами, чем в прошлом году. Но, в общем, на это мы и нацеливались, организовывая мероприятие данное, которое пройдет 3 сентября. В общем-то, наша задача была собрать 2000 участников. Я думаю, что мы уже близки к этому рубежу. И к 3 сентября мы этого рубежа достигнем. Единственное, что хотелось бы сразу сказать, уважаемые любители бега, пожалуйста, не откладывайте регистрацию на последний день, регистрируйтесь, потому что количество номеров с электронными чипами ограничено. И если, скажем, к вторнику или среде, сегодня у нас вторник, к среде или четвергу мы достигнем этого рубежа, то нам просто придется, мы вынуждены будем регистрацию закрыть. И те, кто откладывают все на последний день, просто не получат возможности, к сожалению, выступить. Так что призываю еще раз регистрироваться. Аня, поясните, пожалуйста, эти электронные чипы, это что такое? Это совершенно новая система современная, скажем так. Она не новая в мире, она новая для нашего региона. В России, в принципе, она тоже используется уже достаточно широко. До этого, ну там, скажем, до использования данной системы, система электронного хронтажа использовалась только в профессиональном спорте. Сейчас она широко используется в любительских соревнованиях, поэтому для нашего региона, для Кировской области это, конечно, такое новаторство. В чем она заключается? Заключается в том, что каждому участнику присваивается свой личный номер. Согласно этому номеру человек получает чип. Чип приклеивается с обратной стороны номера. И когда бы участник не пересек линию старта или линию финиша, система электронного хронометража срабатывает автоматически. Это нужно для того, чтобы, скажем, когда несколько тысяч участников входит на старт, естественно, не всем удается, скажем так, пересечь линию старта с того момента, как начинается отсчет времени. То есть пока эта колонна стартующих продвигается к линии старта, может пройти на больших марафонах там и до получаса. Поэтому уникально, современно, дорого. Затем каждый участник по прошествии дистанции, по прохождению дистанции получает информацию о времени прохождения отдельных этапов. То есть когда бы я не стартовала, сколько бы передо мной не было участников, мое время будет исчисляться отдельно. Конечно. Вы получаете объективно свой результат. И затем вы можете даже посмотреть, я еще раз повторю, прохождение по дистанции, по времени. Потому что отметки, они расположены там, могу ошибаться, но в нашем случае каждые 2,5 километра. Это честно. Да, это честно. И это удивительно. Объясните, зачем она кажется в таком социальном больше мероприятий, чем в профессиональном? Такая система сложная. Это, несмотря на свою сложность, это очень удобная система для участников. И здесь, вы знаете, наверное, нужно сослаться на то, что все-таки мы, проводя наше мероприятие, наш массовый забег в Ядских холмах, мы ориентируемся на самые высокие требования к проведению. Сам тот факт, что наши мероприятия входят, они интегрированы в национальный проект, во всероссийский проект национальное беговое движение, сам тот факт, что нам доверили и включили нас в этот проект, уже говорит о том, что наше соревнование на уровне. Поэтому проводить его по местечковому, как мы делали это раньше, как это было раньше, когда не было системы электронного хронометажа, мы уже не имеем права. Мы сейчас разговариваем с Анной Альминовой, заместителем, руководителем министра спорта и молодежной политики Кировской области. Напоминаем, что 3-го числа, в это воскресенье, Вятские холмы стартуют в городе Кирове. И Анна призывает всех, кто еще не успел зарегистрироваться. Зарегистрироваться где? На сайте вятскиехолмы.рф. Вы будете автоматически переведены на всероссийскую платформу russiarunning.com, где, в общем-то, пошагово все очень просто, вы сможете зарегистрироваться. И вот вы сказали, что мы включены в национальную программу, и в прошлом году этого не было. В этом году мы включены. Нет, в прошлом году уже это было. То есть мы, скажем так, организаторы этого проекта, руководители этого проекта, может быть, немножко рисковали, доверяя нам. Но в этом году уже с полной уверенностью и с верой в наши силы мы получили снова это право. Это проект во Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Да, вот хотелось бы две минутки буквально про национальное беговое движение. Что это сейчас, на каком уровне находится это проект? Национальное беговое движение, проект, существующий несколько лет. Проект признан объединить существующие на тот момент множество существующих в России забегов, полумарафонов, в смысле пробегов по шоссе, полумарафонов, марафонов в одну информационную систему на одной IT-платформе. Для того, чтобы в условиях развивающегося спортивного туризма, а спортивным туризмом мы называем, скажем так, хобби любителей бега по выходным, выезжать в разные города, регионы и участвовать в великом множестве мероприятий спортивных. Так вот, эта платформа, она объединила все спортивные подобные мероприятия по всей стране. И сегодня, когда человек заходит, зарегистрируется на этой площадке, он получает свой личный номер. Он как бы становится частью этой семьи всероссийской. И затем, открывая эту площадку и вводя свой личный номер, он выбирает дату и место, где он хотел бы поучаствовать. Понятно, да? Такое ощущение, что туристы на самом деле, туризм такой не любительский уже получается, а вполне себе даже и профессиональный. Потому что ты как бы сам с собой соревнуешься, улучшая свой результат от раза к разу, переезжая из одного города в другой. А мы знаем, какой размах во всем мире имеет беговое движение и марафонское движение. У меня лично есть несколько знакомых, которые регулярно, ежегодно планируют свои поездки в один город мира, в другой город мира. И это очень приятно. Вот, например, я рассказывала уже здесь, в этой студии, когда мы в очередной раз анонсировали наш триатлон в Кирове. А я посмотрела триатлон международный. В этом году мне посчастливилось в Мадриде. И когда мы на него просто наткнулись, мы не были в курсе, что он там есть. И посмотрели, какую поддержку огромную имеют бегуны. И когда увидели русского парня бегущего, мы сорвались на крик «беги, беги!». Это ужасно приятно. И это, конечно, такая хорошая вещь, которая объединяет. А потом это же все связано со здоровьем. Вот тут мы к задачам марафона переходим, правда, в Абьянских холмах. Я могу еще здесь добавить, что действительно сегодня подобные мероприятия, в каком бы городе, в какой бы стране они ни проходили, становятся визитной карточкой этого города или этой страны, если это международный, там какой-то огромный большой марафон, где участвуют несколько тысяч участников, принимают участие несколько тысяч человек. И в этом смысле, конечно, очень важно для организаторов создать вот это нечто, вот тот продукт, о котором люди, вернувшись домой, будут вспоминать, почему туристы, скажем так, спортивные или просто туристы, вернутся потом, захотят вернуться в это место. Поэтому это очень распространено. Действительно, в Европе, в мире это было, это уже много-много лет. Я это наблюдала, выезжая на соревнования или живя на сборах где-то за границей. Я наблюдала, как великий ажиотаж, как велика любовь зрителей, как много участников самых разных, пенсионеров, мам с колясками, бегут, прям участвуют в забегах. И, конечно, в России этого долгое время не хватало. Как мама с колясками на полумарафоне 21 километр. Это было бы очень сильно, особенно по дорогам Кирова. Но, кстати, нам повезло в этом году. Повезло, посмотрите, дороги, по которым побегут участники в этом году, они отремонтированы. Это замечательно. Я вот сейчас смогла выйти на сайт национального бегового движения run-diffis-rus.com. Вот можете туда зайти и посмотреть. Все, кто будет участвовать в полумарафоне Вятские холмы, они присоединятся к этому национальному беговому движению. Это приятно, ощущать себя частью вот такого мощного потока. Давайте к задачам. Вот все-таки первую задачу вы как раз сейчас, Анна, и обозначили. У нас минута до перерыва. Это то, что город Киров, имея такое мероприятие, он уже обозначен точкой на карте. Мы уже себя, можно сказать, застолбили местом и показали, что у нас есть свой полумарафон. Не каждый город может похвастаться, что есть полумарафон, и он достаточно масштабный. Мы уже включаемся в карту национального бегового движения. Я думаю, что и интересанты из-за рубежа могут к нам приехать. Может, и нынче бегут, я не знаю. Уже проявляют интерес, где бы я ни находилась, не общалась с любителями, все проявляют большой интерес. Естественно, я рекламирую везде, рассказываю про наш проект, и все проявляют большой интерес. В этом году, если нам удастся, я, к сожалению, не знаю, кто из других стран зарегистрировался, но вполне возможно, что будут и такие участники, потому что в прошлом году у нас были участники из Казахстана. В этом году здесь находятся делегации из Германии, и вот сейчас переговоры о том, чтобы... Даже переговоры не нужно вести, просто донести информацию до делегации, чтобы приняли участие в нашем забеге. Хорошо, приезжаешь в другую страну с рабочим визитом, раз, на тебя номер надевают с чипом и побежал. Сейчас прервемся буквально на полминуты, и снова будем в студии с Анной Альминовой, заместителем руководителя Министерства спорта и молодежной политики Кировской области. Возвращаемся в студию, в студии Никита Кочаров и Светлана Занько. Да, мы по-прежнему общаемся с Анной Альминовой, заместителем руководителя Министерства спорта и молодежной политики Кировской области. До перерыва мы начали перечислять задачи и пояснять эти задачи, которые стоят перед полумарафоном Вятские холмы. Как интересно мы говорим. Не просто там, пойдемте пробежим в воскресенье, мы сейчас это серьезное мероприятие. Действительно, каждое такое мероприятие должно потом целый год еще работать. Да, и какие у нас задачи? Вот мы до перерыва говорили про спортивный туризм, и вот еще раз я хочу вернуться к этому, потому что это мероприятие, оно, знаете, становится, скажем так, мы за счет него получаем возможность поднять, создать имидж региона, чтобы регион стал узнаваем. Вторая очень важная задача – это вовлечение населения нашего региона к активному и здоровому образу жизни. Мы призываем просто, повторять буду миллион раз, переходите из статуса болельщиков в статус участников, не бойтесь ничего, нет ничего страшного. Бег – это самое естественное и простое движение, и никто не заставляет здесь бежать на рекорд, на рекордный результат. Здесь это бег в удовольствие, это возможность, может быть, проверить свои силы, а может быть, просто потусоваться, поучаствовать вот в этом, вместе с толпой пробежать, можно себя пофотографировать, можно поучаствовать в конкурсах с хэштегами. Ну, можно быть, можно идти в ногу со временем и быть в тренде, и вот это мы предлагаем. И, естественно, социальная значимость этого проекта в этом смысле очень высокая. Плюс ко всему, в этом году мы проводим в рамках забега на 3 километра, мы проводим электронную регистрацию и зачет этой дистанции в качестве выполнения норматива ГТО. На театральной площади будет организован городок для выполнения нормативов ГТО, где после окончания забега можно будет сдать и другие, выполнить и другие нормативы. Вот тоже, также преследуем, значит, цель вовлечения нашего населения к активному и здоровому образу жизни, в том числе к выполнению физкультурно-спортивного комплекса ГТО в труду и обороне. Ну и третья задача, наверное, основная этого проекта, это, конечно же, помощь детям из детских домов и школ-интернатов в Кировской области. Здесь есть, наверное, такая личная история, связанная с тем, что могу, наверное, сказать здесь, что папа и мама у меня оба, папа из детского дома, мама из школы-интерната, они рано остались без родителей, вот, и занятия спортом, в общем, подарили им путевку в жизнь. Сегодня это узнаваемые, уважаемые люди, которые тренируют детей, и дети занимают высокие места, показывают высокие результаты на самых разных соревнованиях, вот, поэтому я этим горжусь, я этого не стесняюсь и знаю точно, что многим детям мы в том числе можем дать такую возможность, просто показав им, что такое спорт, просто научив им и дав им какие-то первые навыки. Ребята из детских домов приедут на полумарафон? В этом году мы немножко поменяли формат, да, в прошлом году мы не приглашали детей на само мероприятие, но мы провели в ноябре соревнование, скажем, чемпионат области среди детских домов и школ-интернатов и выявили победителя, который впоследствии поехал и в Москву на всероссийские соревнования «Русская зима». В этом году мы привозим детей на сам полумарафон 3 сентября. Дети будут участвовать в разных дистанциях, но в зачет у нас пойдет дистанция 600 метров. Почему? Объясню, потому что детская «Русская зима», которая проходит в Москве, это, в общем-то, очень-таки крупные соревнования, наверное, самые крупные электрические соревнования, которые проходят в России. До недавнего времени они имели статус международных, и я думаю, что в ближайшее время этот статус вернется, просто в связи с ситуацией, которая сегодня сложилась в Федерации легкой атлетики, пока соревнования имеют статус всероссийских. Но, тем не менее, уровень результатов на этих соревнованиях и уровень организации очень высокий. Поэтому, возвращаясь к возрасту детей, соревнования среди детей проводятся по определенному возрасту, и поэтому и зачет мы будем проводить в этом году в Кирове тоже по тому возрасту, который будет выступать в Москве. Вот так вот. Это какой возраст? Это возраст 2002-2003 год. Подростки. 2002-2003. Подростки, да, подростки бегут. Ну, хорошо, но, возвращаясь, все-таки сборы пойдут на организацию занятий легкой атлетики в детдомах. Правильно я понимаю? Будет выявлена, вот еще одна особенность этого года. Если в прошлом году мы выявляли один детский дом-победитель или школа-интернат, то в этом году мы сделали отдельный за счет по девочкам, отдельный за счет по мальчикам. И победителями у нас станет первое и второе место среди мальчиков и первое и второе место среди девочек. Это значит, что в лучшем случае мы сможем охватить целых четыре детских дома. То есть, ну, в худшем, если будут, в лучшем для детского дома, в худшем для географии расположение этих детских домов, ну, это будет там один или два детских дома, которые станут победителями. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что да, в этих детских домах будет организован тренировочный процесс, будет выезжать тренер. В зависимости от количества, от той суммы, которую мы соберем с артным взносом, очень хочется верить, что ее будет достаточно для того, чтобы купить в эти детские дома легкотетическое оборудование. Например, какое? Например, детские барьеры тренировочные, такие мягкие барьеры, которые не травмируют детей, даже если они за них запинаются. Например, снаряды для метания, это так называемая ракета. Есть всероссийские соревнования, называются шиповка юных, и для детей там проводится многоборья, в рамках которого они метают снаряд, который называется ракета. Мечи, меценболы. Меценболы – это мечи с утешелением для... Ой, я помню, школы. Тяжелые. Да, лестницы, такие горизонтальные лестницы, которые кладутся на пол. Было очень распространенное оборудование на Западе, очень много комплексов упражнений на координацию, на развитие моторики, движения. Ну и, в общем, какой-то набор, элементарный набор легкотетического оборудования, я думаю, что мы все-таки сможем приобрести. А для скольких детских домов? Вот, как я уже сказала, это будут дома победителей, и это будет в лучшем случае 4, если это будут мальчики и девочки из разных детских домов первое и второе место. В лучшем 2. 2-4 детских дома получат оборудование. И откуда, надо сразу пояснить, откуда возьмутся средства на покупку этого оборудования, это вот как раз те самые взносы, которые платят зарегистрировавшиеся участники при этой регистрации. Все верно. Вот, очень простой и очень действенный механизм. Ну, я могу сказать, что я, вот, Анна Александровна может меня не призывать, в этом году я побегу. Бежите? Да. А вы зарегистрировались? Нет, я побегу на другой дистанции. Но главное, что я начну, и начну со своей дочерью. И я вообще могу сразу сказать, я в таких активных, больших движухах как раз раньше не участвовала и как-то сторонилась их. А сейчас мне очень хочется, и я поясню почему. Потому что мне очень нравится идея, она всегда мне нравилась, идея, которая идет из нашего детства, из Советского Союза, из моего белорусского детства и из моего опыта проживания на Западе. Мне очень нравится идея комьюнити, соседства. Я очень люблю, когда соседи выходят, улыбаются друг другу и делают какое-то одно дело. Бег, такая история в массовом своем исполнении не очень типичная для россиян. Нельзя сказать, что этим активно занимались, выходя всем городом в советские какие-то времена или на Руси. Но мне очень нравится, что она нас объединяет со всем миром, кроме всего прочего. Вот соседей объединяет, город объединяет со страной, а страну со всем миром. Вот эта история мне очень нравится, и она меня, конечно, вдохновляет. Что касается бега, я уже сделала вывод, почему я дистанцию не побегу. Я уже сделала вывод, что все-таки нужно мне присоединиться к одной из ваших зарядок или к одной из тренировок с инструктором, потому что надо понять технику бега. Я специально ее перед марафоном прочитала и поняла, что я не понимаю, как бежать с носочка, и нужно этому научиться. Я знаю, что время от времени вы проводите такие тренировки, есть такие тренировки, открытые в городе Кира. Я абсолютно серьезно к этому подхожу, потому что вот ходить с палочками я уже научилась, скандинавскими, а бегать еще нет. Поэтому вот это, можно сказать, будет такой мой старт в моей беговой карьере. Там уж куда меня занесет, не знаю. Но вообще мне очень нравится, так что Зоси, которая тоже ведущая на этой радиостанции, мы в это воскресенье будем на площади, будем со всеми нашими соседями. А мы вас будем с удовольствием ждать. И вот я еще, знаете, хочу, вот навела мне мысль то, о чем вы говорили. В прошлом году, когда мы затевали вообще все это мероприятие, у нас было к нам очень много недоверия. То есть люди просто говорили, было очень много скепсиса, и нам говорили о том, что Киров, вы не путайте Киров с другими, не сравнивайте Киров с другими городами. Ни Казань, ни Москва. Да, это совершенно другое. Люди здесь не готовы, люди не выйдут. А когда люди узнают, что еще есть стартовые взносы, да какая разница, что они на благотворительность. Люди не придут к вам. И люди пришли, вы знаете, они пришли, и пришло их достаточно много, больше тысячи человек. И для нас было понятно, что мы сделали правильно, и этому проекту быть, и я уверена, ему развиваться. Замечательно. Да, и по поводу беговых клубов и техники бега. Сейчас вообще эта волна, наконец-таки, она достигла нашего города и региона. И сегодня появляются современные беговые студии, беговые клубы, где работают профессионалы, работают именно с любителями. Достаточно назвать клуб «Айлафранинг», достаточно назвать клуб «Бега Адидас», проект «Дворца молодежи. Беги за мной». То есть уже вот этот тренд, он в нашем городе, и это здорово. Да, и эти тренды, конечно же, нужно поддерживать. Мы вас тоже призываем, вот мы теперь уже, можно сказать, участники Вятских холмов. Вас призываем принять участие в это воскресенье в забеге, в полумарафоне «Вятские холмы». Напоминаем, что нужно зайти на, можно зайти на страничку ВКонтакте «Вятских холмов». Там есть ссылка на регистрацию, вы перейдете прямо сразу же на сайт, зарегистрируетесь, получите в итоге свой, там вся инструкция есть, свой номер, свой чип, все расписание забегов есть на страничке в интернете. Пожалуйста, заходите, регистрируйтесь. Мы знаем, что в прошлый раз Юлия Афанасьева заявляла, что побежит она со своим маленьким Андрюшкой, со своим сыном. И это был самый младший участник на тот момент, по-моему, три с половиной года. Вот, а еще мы называли самого возрастного участника, я уж не помню, сколько ему лет, где-то есть в наших новостях, но есть такое ощущение, что, может быть, уже и скорректировались, уже и побили вот эти рекорды, уже зарегистрированы другие. В прошлом году мы сделали, может быть, скажем, мы не сделали ошибку, мы немножко не досмотрели за тем, что не донесли информацию о том, что у нас очень много возрастных групп, друзья, у нас очень много возрастных групп, у нас года разбит, очень много наградной атрибутики. И в прошлом году люди уходили, думая, что, ну, я финишировал в пятой сотне, ну, что ж мне-то, какая моя там медаль или кубок, да? А оказывалось, что человек являлся там серебряным призером в возрастной группе, скажем, там, 45-50, уходил с площади, не дожидался награждения. Поэтому в этом году призываю оставаться до конца и ждать награждения. У нас одна минута до перерыва, давайте про награждение, что в этом году ждет? Наверное, самое главное, что нужно сказать, что у всех участников, преодолевших дистанцию 21 километр, у каждого будет возможность в этом году поучаствовать в розыгрыше, в лотерею, где будет, значит, разыгрываться путевка на международный, на огромный, на известный международный марафон в Стамбуле. В прошлом году наши победители съездили в Амстердам, приехали с морем впечатлений, в этом году мы отправляем в Стамбул. Наградная атрибутика, значит, каждый финиширующий получит памятную медаль, эксклюзивную, разработанную дизайнером. И затем по возрастным категориям будут кубки, плакетки, а на дистанции 10-21 километра будут денежные вознаграждения. Сейчас прижаемся на короткую рекламу, буквально две минуты, и мы снова в студии. Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Никита Кочеров, Светлана Занько, и в гостях у нас Анна Альминова, заместитель руководителя Министерства спорта и молодежной политики Кировской области. Только что мы обсудили полумарафон «Вятские холмы», ну и давайте теперь переключимся на другую тему. Конечно, такая оговорка правильная, марафон, марафон, где-то там маячит, когда-то будет марафон «Вятские холмы». А теперь обсудим историческое легкотлетическое манеже у нас в городе. Да, но мы не просто так его там обсудим. Конечно же, мы связываем эту тему с приездом господина Миллера, который пообещал, что не только легкотлетическим манежем разживется наша область с помощью «Газпрома», но все-таки про манеж сначала, потому что я знаю, конечно, и наши слушатели, Анна, знают, что вы этот проект с самого начала курируете. Вот где мы сейчас, на какой стадии находимся? Да, я действительно очень переживаю за судьбу этого проекта. Уж извините, у нас все проект-проект, но действительно по-другому это не назовешь, потому что это очень долгая история. Началась она еще в 2008 году, когда я вернулась с Олимпийских игр и впервые заговорила с главой региона о необходимости данного объекта для Кировской области. Была ли на тот момент легкая атлетика базовым видом спорта, не знаю, но в регионе, сейчас сегодня это базовый вид спорта. Но легкая атлетика недаром и называется королевой спорта, потому что это самый медалоемкий вид спорта на Олимпийских играх. И вид спорта, позволяющий раскрыть талант практически в 90% детей. То есть каким бы талантом, какими способностями ребенок не обладал, ему в легкой атлетике найдется место. Это будут или прыжки в длину, это будут или прыжки в высоту, с шестом, метание снарядов, бег на средние длинные дистанции. Поле для реализации своих возможностей и потенциала огромное. И один из самых доступных видов спорта. Да, и один из самых доступных видов спорта. И учитывая климатические условия, учитывая географическое расположение региона, я имею в виду достаточно, с одной стороны, близость, с другой стороны, удаленность от тех регионов, где есть эти объекты, ну, легкотические манежи, все-таки у наших легкоатлетов, наши легкоатлеты всегда были обделены качественным тренировочным процессом в зимний период. А учитывая то, что у нас достаточно холодный климат, начиная с октября, заканчивая маем, то есть детям практически приходилось тренироваться в спортивных залах или на улице, бегая по сугробам. Ну, еще вспоминаю я там свою молодость, свою юность, когда тренировалась здесь. Так вот, сегодня на дворе 17-й год, и отрадно осознавать, что проект двинулся, строительство ведется уверенными темпами. Было прервано, приостановлено было непродолжительное время в связи с паводком, что, в свою очередь, дало... Корректировки какие-то, да? Да, 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 внесло свои корректировки. Слава Богу, то есть вовремя можно было внести их. Абсолютно точно. А не тогда, когда уже построено. Да, внесло свои корректировки. Сегодня грунт поднял на 4,5 метра, вбивается свай, и уже в ближайшее время начнут ставить конструкции. А насколько я знаю, Манеж строится в соответствии со всеми требованиями Международной Ассоциации Легкоатлетической Федерации. Да. Это какие-то сложности накладывает на строительство? Конечно. Требования, предъявляемые Международной Ассоциацией Легкоатлетической Федерации, высокие, и их выполнение влечет за собой возможность проведения на площадке соревнований самого высокого уровня, за что, в общем-то, мы и бились. Почему, собственно, немножко и затянулось. Был момент, когда появился проект пришкольного манежа. И он уже начал реализовываться, то есть был разработан проект. И когда я увидела этот проект, я поняла, что это совсем не то, что нам нужно. Мы не пройдем никакие проверки для проведения соревнований. То есть это будет очередной тренировочный манеж. Да, у нас даже такого нет. Но замахиваясь один раз на что-то грандиозное, нужно это сделать один раз и на века. То есть задача была не просто обеспечить площадку для тренировок наших молодых легкоатлетов, а привозить сюда соревнования, правильно? Абсолютно точно. Задача у нас самая амбициозная. И на тот момент, когда речь шла вот об этом пришкольном лихотеческом манеже, еще не было договоренностей, переговоры еще не велись с ПАО «Газпром», потому что на тот момент «Газпром» инвестировали в строительство бассейна «Быстрица». А сейчас они абсолютно полностью в проекте, и благодаря этому идет движение по строительству. И что? И у нас какие сроки теперь все-таки маячат? Сроки, обозначенные Алексеем Борисовичем на площадке в день его крайнего визита, были следующими. Это июль 2018 года. Это очень сжато. И такие сроки. Это очень сжато. И я скажу, что если манеж будет сдан во втором квартале 2018 года, это будет здорово. То есть мы к этому готовимся, по крайней мере. И очень надеемся на то, что не будет никаких форс-мажоров и непредвиденных обстоятельств и ситуаций, которые надолго затянут строительство. И все-таки такая компания, как «Пао Газпром», она внушает доверие всем и дает нам уверенность в том, что все-таки эти сроки будут выдержаны. Я вот не сомневаюсь в том, что «Пао Газпром» может профинансировать строительство в манеже. Но поскольку у нас здесь просто очень много программ по контролю за качеством строительства, и мы такие уже в этом смысле сильно сомневающиеся люди, ведущие, я хочу у вас, Анна, спросить, кто контролирует работу подрядчиков, чтобы нам быть уверенным, что все делать согласно технологии и не напороться потом на серьезные изъяны, как это было с некоторыми очень крупными аренами в нашем стране. Подрядчиком является питерская компания. Надеюсь, не та, что «Зенит-арену» устроила. У нас нет бакланов, поэтому, думаю, ничего не грозит. И проверяющие надзорные органы – это также питерская компания. Но здесь мы со своей стороны, конечно, от региона вводим представителей УКС. Понятно. А сами вы бываете на площадке? Конечно. Мы регулярно бываем на площадке, смотрим, следим за темпами, в общем-то, знакомы со всеми. Нас уже туда допускают без проверки наших документов, потому что все очень строго достаточно. Проход у нас на место островики только через турнике, только по документам, по предварительной договоренности. Вот. Ну, знаете, остается надеяться. Все-таки все равно невозможно все проконтролировать. Тем более я, например, с самого начала этого проекта бьюсь за спортивную составляющую. То есть я бьюсь за то, в чем я понимаю. То есть я не понимаю, на какую глубину должны вбиваться сваи, чтобы Манеж не превратился в будущем вновь в ковчег. Я не понимаю, какие должны быть перекрытия. Но вот спортивная составляющая, то, за что я могу отвечать, то, в чем я разбираюсь, это я буду держать на контроле. И я, в общем-то, как бы этим занимаюсь. То, в чем я не разбираюсь, я все-таки, как человек верующий, надеюсь, в том числе на помощь. Как настоящий русский человек. На помощь. Понятно. Хорошо. Но во время своего визита Миллер обещал, что «Газпром» будет строить в области многофункциональные спортивные площадки. А это вот что такое? Многофункциональные спортивные площадки. Действительно, Алексей Борисович обещал строить не только в будущем, но сейчас уже на данный момент у нас ведется строительство четырех площадок. Одна площадка в Малмыже была сдана в прошлые выходные. В субботу, если я не ошибаюсь, было торжественное открытие площадки. Вот. Значит, на следующий год, на 2018 год запланировано строительство еще семи площадок в районных центрах. И на перспективу, значит, до 2020 года мы хотели бы этими площадками оснастить все районные центры. Хорошо. А все-таки что это за площадки? То есть там тренажеры располагаются или что-нибудь себе представляет? Это многофункциональная игровая площадка, то есть площадка, которая предусматривает и игру в баскетбол, игру в футбол, волейбол. Причем площадки разные. Есть площадки, которые заключаются в том, что это хоккейная коробка, в центре которой летом футбольное поле, искусственная трава, а зимой, соответственно, заливается льдом и становится площадкой для игры в хоккей. Также есть плоскостные сооружения, но они пока не реализовываются, может быть, в будущем. Как раз-таки одна из площадок будет такой. Это гликотический круг на 200 метров, как мини-стадион, с прямой 100 метров или 60 и с ямой для прыжка в длину. Очень важно тут, на самом деле, тоже контролировать качество работ, потому что мы знаем вопиющие совершенно случаи в районах области, когда были построены такие многофункциональные площадки, совершенно непригодные для использования. Вот здесь, конечно, контроль, 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 к сожалению, пока, чтобы не напороться снова на те же виллы. Вот мы сейчас понимаем и с радостью можем констатировать, как серьезно расширяется вот эта сеть спортивных объектов. Вот не радоваться просто невозможно. И если иметь в виду, что мы действительно должны все проконтролировать и не принимать такие объекты без абсолютной готовности, а подумать о том, что это даст нам с вами и нашим детям. И здорово, Аня, что вы говорите, что, в принципе, как в полумарафоне «Вятские холмы», так, наверное, и в деятельности всех ФАПах могут участвовать люди любого совершенно возраста, и пожилого, и молодого, и совершенно юного. Но вот когда мы говорим о молодых и о детях, и о таком количестве спортивных объектов, и о легкоатлетическом манеже, мы думаем, а кто ими будет заниматься? Вот спортивная составляющая, о которой вы говорите. Тренерский состав. Да, вот эти люди, которые сюда приедут или уже есть, потому что мы знаем, что за последние несколько десятилетий все-таки очень серьезно вымыта была вот эта база спортивных тренеров. Это будет, наверное, следующая задача, которая будет стоять перед вами. Слава Богу, остались у нас тренеры-энтузиасты, их много. Я не знаю, не было такого момента, когда даже в самые тяжелые времена тренеры оставляли свое поприще. Хорошим примером опять-таки являются мои родители, да, то есть всю свою жизнь они тренировали, тренируют в отсутствии всяких каких-либо условий, какого-либо инвентаря. Да, сегодня условия получше, но тренеры работают. И еще отрадно осознавать, что молодые специалисты приходят. Приходят. Это наши? Наши, да. И, естественно, молодым специалистам, скажем так, старым поколением, не хочу его называть, но поколение опытных, они заслужили, в конце концов, попасть на современный объект, хорошие условия своей работы. А молодые, в общем-то, им надо давать. Для того, чтобы они оставались, для того, чтобы работали и работали с энтузиазмом, нужно, конечно, их обеспечивать условиями для работы. И вот в этом смысле, конечно, я рада за электрическое сообщество Кировской области. И, наверное, еще хотела бы добавить по поводу строительства, по поводу проектов вообще ПАО «Газпром» на территории Кировской области. Не надо забывать, что по проекту второй очередью, рядом с манежем, причем прям смежным зданием, с общим переходом, у нас стоит бассейн, 25-метровый бассейн. И в ходе своего последнего визита, крайнего визита, Алексей Борисович Миллер также подтвердил, что вторая очередь будет реализована. Дай бог, чтобы ничего не поменялось. И вот через какое-то время мы получим вот такой хороший спортивный объект и для тренировки, и для реабилитации, скажем так, восстановления легкоатлетов, и для тренировок юных пловцов. Спасибо. Очень приятные новости. Ну, вернемся к началу нашего второго часа. Вятские холмы 2017. 3 сентября. Это воскресенье. Регистрация еще продолжается. Не упустите свой шанс. Так прорекламирую я это мероприятие. Благодарим Анну Альминову, заместителя руководителя Министерства спорта и молодежной политики Кировской области. Дневной разворот закончен. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Увидимся на Вятских холмах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok